И пока Лавров ожидает свое ата-та-ацаря, в РФ, конечно же, убираться с украинской земли, к сожалению, не планирует. Еще и порядки пытаются навести. Ненадолго, конечно, но неприятно все равно. Так вот, помните, в начале сентября россияне проводили вот эти вот свои фейковые выборы в местные советы? В том числе избрания проводили и на временно оккупированных территориях. И вот, долго ждать не пришлось, есть результаты. Барабанная дробь губернатором-гауляйтером Херсонской области остается раненый в голову метафорически Владимир Сальдо. А губернатором-гауляйтером Запорожской области становится раненый в задницу физически бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Последний уже прям рад, о чести какой-то говорит. А еще на Рост-ТВ видео запустили, где он, не поверите, монолог Тараса Бульбы зачитал. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирые, так же как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нету святей товарищества. Почему взял монолог Бульбы, не совсем понятно. Может из-за того, что якобы персонаж украинских кровей. О том, что Тарас Бульба Николая Гоголя, это один из первых пропагандистских произведений, в котором чуть ли не воспевается русский мир, я даже пояснять особо не буду. Но если интересно, то пишите в комментариях, и мы что-то придумаем с этим. Но у меня более насущный вопрос, очень важный. Внимание, как думаете, Рогозин будет задницу рвать на этой работе? Об этом тоже пишите в комментариях. А еще не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наши каналы. У нас интересно.